После просмотра ролика покаяния иудеев на моем канале в YouTube, один уважаемый православный христианин Симон задал мне вопросы, и на основании моих ответов у нас состоялась беседа. Дорогие мои братья и сестры, предлагаю посмотреть этот ролик и поучаствовать, оставляя свои отзывы и комментарии. Не оставайтесь равнодушными, высказывайте свои мнения, мы нуждаемся друг в друге, не забывайте ставить палец вверх, это помогает другим людям узнать о нас. С Богом! Такой короткий вопрос от тебя. Скажите мне коротко, что такое христианин и что надо делать, чтобы быть им. Я вот отвечаю, если коротко, то христианинам нельзя быть, им нужно родиться. Я вижу, такой ответ не устраивает. Ты отвечаешь без философии, иначе и смысла ни в чем не было бы. Но сказал он, идите, проповедуйте. Так что такое христианин, спрашиваешь? Что надо делать, чтобы быть им? Пока вы прямо и однозначно не ответите себе на эти вопросы, вы кто хотите будете, только не Христом, тем более он вами не будет. Я вот, ну так как был вопрос такой коротко ответить, я постарался ответить коротко, но как раз вот в этой кратности я, кратности я вижу как раз полноту ответа, потому что Евангелие что нам говорит о рождении? Мы знаем всякие, что рожденный от Бога не грешит, да? Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасает к нему. То есть, это о чем говорит? Мы знаем также, что в мире сегодня князь мира сего антихрист, сатана. Вот, и он ходит как лев рыкающий, ища кого поглотить. И для того, чтобы нам уберечься от его поздней, нам нужно рождение, именно рождение, а рождение уже происходит. Новый человек под именем христианин Христов. Вот как бы я в этом коротком ответе дал полноту, полноту именно Христову человека. Кто такой Христов? Вот. А дальше я вот и вижу философию, да. А в чем тогда какая философия в этом может быть? Что может больше того, чем родиться от Бога? Вот смотри. Это уже я могу говорить, да? Да, все, я готов. Смотри. Мы сами того не замечаем, как мы разговариваем с шаблонами, которые, по сути, ничего не значат. Все это миллион и миллион раз слышано, и никто не знает, как это. Никто не знает, как это, никто об этом не говорит, как это происходит, что это происходит. Все эти шаблоны ни к нему не приводят. Я могу много примеров привести. Это примерно как речь Горбачева, когда они все верны, 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 все правильно он говорит и ни о чем. И в итоге, получается, все наши беседы сводятся к каким-то душоупешительным беседам, да. Типа, поговорили, и мне легче стало, называется. Это не решает ничего практически. И называется воз и нынче там. Все так и остается. Поэтому такие вот шаблонные фразы, которые не имеют, как бы, команды к действиям. Нет. То есть, ну, родиться свыше. Ну, спроси. Давай тогда вот так вот возьмешь и обратишься. Вот там кто-то там зайдет к тебе человек и говорит, а как ты родиться свыше? И послушай бредник, который он тебе будет говорить. Знаешь, неизвестно. Люди не знают простых вещей. Вот. Поэтому красиво звучит, да. Родиться свыше. Родиться. О, как это все красиво, да. Духом святым все тут. Мы должны духом родиться святым. Ага. Это шаблон. А что мы должны сделать для этого? Кто не знает? Никто не знает, что такое любовь. Никто не знает, что такое вера. Говорили мне вообще там очень много. Очень много всякой разной. Говорили абстракции много. И когда-то давно-давно я уже понял для себя это, что не нужно это делать. Не нужно разговаривать просто вот так вот. Вот так вот. Ни о чем. На мнениях, на каких-то кажущих вещах. Базовых. Надо знать базовые вещи. Это как вот 9 цифр. И знак 0, который составляет всю остальную палитру цифр. Как 36 букв. То же самое. Нам надо выучить 36 букв, а дальше все. Миллионы можешь писать книги. Вот так и здесь. То же самое. Когда мы знаем вещи, главные вещи, тогда все остальное складывается как пазлы. И пока мы не можем ответить на вопрос, что такое смысл жизни, что такое воля Божия, что такое любовь, что такое вера. Вот такие вещи. Еще их много можно перечислять. Но немного. Они есть базовые. Надо записать их даже. Просто я так сейчас перечисляю все. Так они приходят. Вот такие базовые вещи. Пока мы не дадим себе вопрос, ответ на эти вопросы, мы не сможем понять ничего. Почему? Это элементарно. Для того, чтобы тебе купить что-то, тебе надо знать, где это находится. Допустим, в каком-то там магазине. Тебе надо знать дорогу туда. В этот магазин. Ты просто не придешь туда. То есть, когда, если я тебе говорю, вот пойди и купи там, ну, радиоприемник какой-то, я не знаю, без разницы. Пойди купи радиоприемник. У тебя первый вопрос задастся, а где есть эти радиоприемники? И даже если ты узнаешь, где он есть, допустим, мы узнаем, что у Христа есть учение, да? А мы не будем знать дорогу туда. Поэтому нам необходимо узнать дорогу туда. Как туда добраться? То есть, путь следования. Путь. Вот мы должны узнать путь. Что для этого нужно делать? Потом, когда мы узнаем, как проложен туда путь, мы тогда решаем, как мы будем туда добираться. наши, вот у меня такое, знаешь, я с тобой даже, когда я хочу тебе сказать, у меня даже волосы немножко шевелятся дыбом, шевелятся от этого всего, потому что ужасающая картина этого христианства, любого христианства, я не буду делить их там на православных, не православных, ужасающая картина, когда люди не знают, ничего не знают, и шаблонно произносят эти слова, и не знают, куда идти, и не знают, зачем идти, и не знают, то есть вот нет вот этих баз, нет базы, им никто и не говорит. Вот. Поэтому, когда мы знаем, что такое любовь, нам открывается много. Когда мы знаем, что такое вера, нам открывается много. Когда мы знаем, что говорит нам Христос, Христос — это и есть путь. Тогда надо знать Слово Его, как Он говорит, Слово Его. Кто исполняет Слово Мое, тот любит Меня, и Я Его. Когда человек не знает это, что исполнять ему? Куда ему следовать? Вот так вот. А кто говорит, что, кто именно, кто именно не знает? Все не знают. Все не знают. Я для себя, допустим, могу точно сказать, что я знаю пути Господни и хожу ими. Ты их, может быть, чувствуешь, но для себя ты можешь там иметь ощущение. Ощущение того, может быть. А вот сказать кому-то это ты не можешь, потому что ты не знаешь. Вот, например, скажи мне, что такое вера. Потому что если ты не знаешь, что это такое, ты не можешь веровать, просто не можешь веровать. А все эти вопросы... Иван сказал... Подожди минуточку. Давай вернемся чуть назад, акцентируем внимание на то, что мы есть вообще. Что такое человек вообще? Не сложно. Это все не сложно, не философски. Вот просто что мы являемся? Я не буду тебя там мучить с этими... Зачем мучить? Зачем эти вопросы? Слышен Богом как существо, как и наделен определенными качествами. Посмотри. Мы себя ничего не представляем, кроме как некий сгусток информации. А сознание. Сознание. Если... Вот... Сотруд... Вот я сижу на стуле, и мне стерли сознание, память стерли, все. Я превращаюсь в растение. Просто в растение. И все. Меня нет. Вот все, что мы представляем из себя. Больше ничего мы не представляем из себя. И мы действуем по жизни только исходя из того, что у нас вот здесь есть. Ну, а в этом никто не сомневается. А это просто... А это просто... Это ничего сложного. Тут нет... А это никто не сомневается, но никто не может ответить, что такое человек. Человек — это вот сознание. Вот отсюда исходится все. Отсюда опять я вернусь к тому... Почему я вернулся к этому базовому вещам? Что это надо знать? Что ты представляешь из себя? Потому что далее идти невозможно. Без этого. Понимаешь? Простая вещь. Что ты есть? Ты есть сознание. Все. Больше ничего. Пока ты в сознании, ты можешь что-то двигать. Нет сознания — тебя нет. Вот. Все просто на самом деле. Но это надо знать. Потому вернемся опять о том, что я чуть-чуть говорил о знаниях, что есть что и куда мы должны идти. Опять же, знания. Мы состоим только из этого. Чтобы что-то мы делали... Чтобы что-то сделать, нам надо это знать, исследовать. Для того, чтобы это сделать. Вот так. Ну, идем дальше. Что такое вера? Что такое вера? Ну, об этом нельзя сказать просто. Можно. Ну, нужно подумать. Какую вера? Ну, вот. Вера — это ожидание... Уверенность невидимого и осуществление ожидаемого. Первое — к евреям. Это... Это да. Это часть такая, которая приоткрывает, но не дает полного ответа, что такое вера. Уверенность невидимого и осуществление ожидаемого. Первое — к евреям. Но она не дает полное открытие, что такое вера. Нам надо применительно понять, применительно к себе. Вот посмотри. Ты говоришь, верующий, у тебя есть и понятия. А на вопрос веры, ты говоришь... У меня своих понятий нет. Надо подумать. У меня понятия все божьи. Я хожу путями Господними и руководствуюсь. Сказано, если кто говорит, то говори как слово Божие. От себя я ничего не говорю. Ну, ты еще пока ничего не сказал. Мы говорим просто о понятиях веры и не ссылались на... Почему ничего не сказал? У меня на канале есть много роликов, я там немало тоже говорю. Я от себя ничего не говорю никому. Нет, так нельзя говорить. Потому что... Давай тогда так я тебя спрошу. А что такое воля Божья? Воля Божья — это исполнение Его заветов, данных нам. Иисус сказал, «Я есен путь и жизнь и истина». Вот. Воля Божья, если так вот... Воля Божья — это закон. Воля Божья — это Библия, это слово. Вот это воля Божья. То есть, когда мы осознаем, пронизываемся этим осознанием, что перед нами не просто Библия, а воля Бога. А это значит, что мы... Ты не прав здесь, когда ты говоришь, «Я от себя ничего не говорю». Мы имеем власть говорить... Мы имеем власть говорить о воле Бога. Для того, чтобы говорить о воле Бога, нам надо знать Библию, хорошо её знать, исследовать её, запоминать что-то и ссылаться на неё в разговоре. Когда мы ссылаемся на неё, это воля Бога. А когда мы говорим от себя, ну, типа, переводим в русло некой философии, да, общения, тогда это от себя получается, некие измышления. Если ты пытаешься выразить волю Бога в себе, тогда надо ссылаться на Писание. Только так. Вот. Вот это воля Божия. Мы знаем, что это Писание. И если ты не веришь Библии, то значит, ты не принимаешь волю Бога и значит, свободен. Называется так. То есть, ну, иди занимайся своими делами. И об этом не говори. Вернёмся к вере. Ты говоришь, что это сложно. Ничего-то не сложно. Для этого надо знать, опять же, волю Бога. Я жду обещанного Господа. В этом вся моя вера. Нет. Ждать не надо. Ждать. Ну, ну, ждать. Он сказал же. Ну, почему не надо? А чем мы занимаемся? Разве мы не ждём? Мы что, уже присутствуем в обещанном? Или мы ожидаем обещанного? Нет. Мы, понимаешь, пока мы... Вот здесь мы, да, мы должны делать что-то. И он нас упрекает, и в притчах упрекает, что вот я дал одному там... Ожидание не включает дел. Конечно, мы ждём и способствуем ожиданию. Ну, если... Вера без дел мертвая. Ну, если что-то вкладывается в это ожидание. Может, я тебя не понял. Что ты вкладываешь в это понятие ожидания? То есть, если оно такое... Как бы... Статическое ожидание, такое общественное, такое, ну, общее такое, то да, мы ждём. А так-то мы должны умножать. Мы должны умножать. Из-за того, что мы не умножаем, Бог сказал, накажет нас. То есть, Он сказал, у кого есть, тому дам, а у кого нет, а ты ему и то, что есть. Вот так. И эти все, по-моему, четыре места в разных местах в Писании связаны именно с... с самоусовершенствованием, с тем, что даёт Бог, и мы должны преумножать. Если мы не преумножаем, значит, Он сказал, беда вам. Киньте этого раба в яму, так сказал, за то, что Он не умножил то, что Ему дал Господин. Вот. Ну, мы чуть-чуть ушли опять. Я люблю так вот конкретно. По вере. Давай по вере. Что такое вера? Вот. Гриша, у тебя свои понятия, ты веришь, но это заблуждение. Это заблуждение, потому что... Ну, я могу... Я вот что могу сказать? Как... Ну, у тебя, видимо, направленность какая-то? Чем-то обвинить меня? Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Да не подумай. Что мой путь, ты хочешь сказать, что я не на правильном пути? Я с тобой раз говорю не потому, чтобы тебя обвинить и сказать, что ты не на правильном пути. Нет, не подумай даже так. Я вообще-то думал, что ты мне много еще чего-нибудь скажешь. Поэтому получается просто так. Вот поверь, поверь, что я еще могу. Вот сейчас мне пришло, Мишу перебью. Вот. Есть послание, что всякий рожденный от Бога побеждает мир. И, по-моему, сияясь победа, победившая мир, вот эта победа, она и есть вера наша. То есть победа над миром. Я победил мир, сказал Христос. И Он предлагает нам победить мир. В этом и есть вся вера наша, вы отвечаете. Так, так, правильно. Давай поговорим тогда с этой стороны. Моя задача тебя не упрекнуть. Моя задача понять от тебя что-то и, может быть, дать тебе что-то. Я не знаю. Может, ты что-то возьмешь. Смотри. Он говорит победить этот мир. Чего мы не знаем? Мы... Или давай так. Чего мы знаем? Должны знать. Мы должны знать, что такое мир. Так, по Писанию. Что такое мир? Не любите мира, того, что в мире. Ибо мир — это похоть очей, и суета житейская. Так? Что в мире? В мире есть похоть плоти, похоть очей, и гордость очей. Нашел, да? У меня в голове. А, ну я тебе процитировал, да. Тоже. То есть, это гордость житейская и похоть очей. Потом мы... Чего о мире еще знаем? Чего мы о мире знаем? Мы знаем о мире то, что... Князь мира сего. Кто? Сатана. Мы знаем главное о мире, что все мир проходит, и мир сгорит. Не-не-не. Ну это так. Это самое главное. Мы должны понять, что такое мир все-таки. То есть, как бы сущность этого мира. Потом мы должны пристануть сюда все душевное. Душевное. То есть, мир душевный. Мир душевный. Потому, когда пришла мать и братья к Иисусу, он сказал, слушающие слово мое, суть братья и мать моя. Вот так. То есть, свойства мира мы должны знать. Чтобы ответить, я просто расширяю то, что ты сказал, чтобы победить этот мир. Мы должны понять, что такое мир. Понять трезво и расширенно. Понять. Не просто так, но победить мир. Что такое победить мир? Мы должны знать свойства этого мира, чтобы применить. Потом мы должны знать, как это делать. Понимаешь, мы много должны знать. Мы можем, вот видишь, как тут получается, что он сказал, надо победить этот мир. Да, надо. Кто против? Надо. Но нам надо знать свойства. Мы сейчас открываем свойства мира. То, что князь мира сего сатана. То, что мир душевный, все душевные, душевные, не спасенные. То есть люди от души. Такие, знаешь, недуховные. Недуховные мертвы. Это тоже не я говорю. Это в Писании можно найти. Я сейчас не готов процитировать. Я правильно сегодня читал, но не помню где. И раньше это вопрос такой, для меня закрытый вопрос. Нам нужно сначала разделить, допустим, о чем мы говорим. Мы говорим о людях мирских или о людях Божьих? Мы сейчас разбираем, что такое мир. Потому что Христовы, они уже распяли свою плоть со страстями и похотями. Этот вопрос для них пройдет Христовы. Нет, смотри, смотри, смотри. Мы сейчас не говорим ни о Христовых, ни о плотских. Мы не говорим об этом. Мы не приравниваем себя к этим или к другим. Мы раскрываем, что есть что. Когда мы раскроем для себя, что есть что, тогда мы сможем следовать этому и знать, что это. Почему? Потому что если мы не знаем, что есть что, мы будем запутываться. И нас будут запутывать. И так. Если что есть что, тогда надо в образах. Все одно. Какие показывать примеры? Образы. А мы ищем. Примеры единственные у нас. Пример – это Писание, воля Бога. Так, ну вот давай, если начинаешь говорить, тут же давай этому объяснение образ или мира из жизни, из личной или другого человека. Ну, мы пока сейчас говорим, мне кажется, все понятно. Ты знаешь и ты читал о том, что мы сейчас говорим. Что такое мир? Мы говорим о сущности мира, да? О свойства мира. Что такое мир? И апостол Павел говорит. Ну да, мы сейчас говорим это духовным или плотским. Кому мы сейчас это говорим? А мир, ну как вот, смотри. Вот сейчас я тебе хочу это процитировать через апостола Павла, который говорит. Сначала душевное, а потом духовное. Первое послание Коринфина. Читал? Он там раскрывает, что такое душевное, что такое духовное. И говорит, сначала душевное, а потом духовное, да? Помнишь? Ну да. Вот. Он нам раскрывает там подробно, что душевный ничего не понимает, а духовный знает все. И душевный не может судить духовного, потому что он не понимает. А духовный может судить душевного, то есть он понимает его. Вот. Потом сказал, вначале душевный, а потом духовный. То есть сначала мы рождаемся душевными от плоти, а потом рождаемся духом святым. Если Бог хочет нам дать его, по разуму все бывает. Кому-то не спешит дать, кто-то получает, как бы даже в кредит. По разуму бывает. Это не наш уже, как бы не нашим розумом. Но мы должны понимать вот этот механизм, что сначала плотское, душевное, а потом духовное. И когда Христос говорит, что будете видеть и не увидите, и слышать и не услышать. Именно это. Это у пророка Ильи говорится. И также Христос сказал, во многих местах там есть, вот это говорится о душевных и духах. Когда душевные люди слышат и не понимают, о чем тут речь. Вот Христос говорит, когда... Я уже перескочил, конечно, на другие вещи, но хотелось бы соблюдать какую-то последовательность. Мы уже говорим о духе святом, по сути. Это отдельный разговор. Мы говорим о вере. Давай поговорим все-таки о вере, потому что сейчас я буду целую проповедь толкать. Я вот сейчас пополню. Есть тоже такое, что плоть желает противного духу, а дух противного – плоти. И получается, что они друг другу противятся. И человек не может найти вот этой как раз гармонии, потому что дух противится плоти, а плоть противится духу. Да. И вот смотри, здесь есть разные учения. Разные учения. Я думаю, они сформировались от разных свойств человека. Человеки разные. И если посмотреть отцов наших, то некоторые говорят, что надо встать на брань с грехами, своей плотью, уничижать эту плоть. Ну, практически с адамазахизмом заниматься. А есть другие отцы, говорят, познай любовь. Через любовь все разрешится. Вот есть пути разные. Я лично из того, что я вижу и видел вокруг своей жизни, я напрочь отвергаю насилие. Как над собой, так и над другими людьми. Потому что, ну, лично мне открылся путь через любовь. И я знаю, что это такое. И я знаю, что только так человек изменяется. Только средством любви. Когда я слышу, что кто-то из священников или там людей начинает там толкать на какие-то брань. Какая-то брань. Я бы это сказал. Вы еще люди добрые. Вот у вас есть дети. Какая брань с ними может быть? Вы через любовь их впитываете. А потом, если сейчас говорить о подском, давай откроем первое послание Коринфянам, главу 13, читаем. Если я имею, не помнишь, все познание, и дар пророчества, и все языки в этом мире, и все богатства, и прочее, и прочее. Ну, все. Могу даже горами двигать, горами двигать. А любви не имею. И лучше не говорить языками ангельцами. Да-да. И еще говорить о любви не имею. То ничто. То, знаешь, когда я прозрел свое время, я тогда сказал, что Евангелие вообще начинать надо читать отсюда. Именно с этого места. Вот с этого. Отсюда надо прочитать Евангелие. Понять, что есть главное. Потом, смотри, свойства. Мы опять на любовь уже перешли. Ну, ладно. Оно все связано. Просто вот это надо понимать. Смотри. Если во мне нет любви, любовь это как деньги. Вот если у меня нет любви, а как значит у меня нет любви? Ты думаешь, что это такое? Как люди путают опять же, да? У меня нет любви, да? А знаешь, что значит нет любви? Значит, ты себя не любишь. И ты себя не любишь, как чистое Бога, как произведение Божие. Не то, что ты там стерильный, чистый. Не. А потому в тебе нет веры в то, что ты создание Божие. Понимаешь? Вот. И отсюда ты должен тебя, если ты себя не любишь, ты говоришь, это молчаливый диалог с Богом. Ты говоришь, Господи, что ты мне сделал таким? Упрек делаешь. У меня это не то, не то. Мне вообще не нравится, как я выгляжу и вообще, как и все это не так и не то. Ты бросаешь вызов Богу. Так нельзя? Это грех. Поэтому единственный правильный выход – это понимать, каким какой ты есть. И осознавать собственное происхождение. И через это… Секунду. Секунду, Алексей Мальчик. Сейчас я любви вставить хочу. Опять же, любовь. Смотри, что мы любим. Любим ли мы тело свое или любим дух? Это две разные вещи. Потому что сказано, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, он пожнет вечную жизнь. Что мы любим. Да, смотри. Сначала душевное, а потом духовное. Так? Так? Апостол Павел говорит нам. Ну, открываем и где читаем? Сначала душевное, а потом духовное. Для того, чтобы понять полноту того, что мы сейчас хотим друг другу сказать, надо открыть первое Коринфянам и второе Коринфянам и прочитать. И там раскрывает, вот это вот там, прямо много он говорит об этом. И подробно говорит об этом. Вначале душевное, плотское, а потом духовное. А потом еще говорит, что люди помнят там, не будьте как дети. Будьте как дети, да? Будьте как дети. А он говорит, не будьте умом как дети. Исследуйте Писание, дабы не обольстил вас сатана. А потом добавляет, что душевному, вот когда человек приходит в веру, только приходит, но он еще не интересуется, да? Вот он просто заинтересовался. Он еще плотской. Он еще душевный. Он не знает, что такое духовное. Поэтому так делить, как ты сейчас, вот сейчас, так вот захотел разделить, нельзя. Сейчас объясню подробно, почему. Приколепный человек хочет, что ты там заинтересовала, и он хочет у тебя узнать больше о духовном мире. А он пока душевный. И ты, апостол Павел говорит, они не могут еще перемалывать твердую пищу. Им надо мягкую пищу. Им надо давать по чуть-чуть, чтобы они взрослели. То того состояния, когда они станут совершенными, ну, если еще и Духа Святого получат, когда они станут духовными, ну, как бы проселенными, как бы назвать, да? Вот. А до того, а до того, человек не может разуметь много. Потому люди обходят Библию. Потому что по разным причинам, по разным. Где лень, где просто вера на какого-то кумира, который знает эту Библию, он ему скажет все. И так далее. Вернусь опять к твоему вопросу. Я просто раскрыл тебе, чтобы ты понял, что ты говоришь плотское. Как можно любить плотское, да? Плотское не то, что можно любить. Плотское начинать любить нужно отсюда. То есть из этой любви плотской возрастает духовная любовь. Потому что Бог нас создал своими руками. Из праха. Он нас создавал. Понимаешь? Нас не создал кто-то там. Допустим, если это удобно тебе слышать, то, допустим, так. Бог, сатана создал нам плоть, а Бог вдунул дух. Тогда мы должны ненавидеть плоть и любить только дух. И это бред. Это уже некое сектанство. Бог создал нас. Руками своими создал нас. Плоть нам. И вдунул дух в нас. Душу. Понимаешь? Бог. Поэтому, когда мы ненавидим плоть... Я тебя сейчас расширю. Не спеши с выводами. Когда мы ненавидим плоть, мы бросаем вызов Богу. Ты не так сделал. Ты не то сделал. Ты сделал эту плоть, которая меня жрет. Ты неправильный Бог. Мы так не должны говорить. Идем дальше. От любви к себе. От любви к себе, что ты есть создание Божие. Ты принадлежишь Богу. И плотью так же. Ибо сказано, вы есть храм Божий. Помнишь? Помнишь? Вы есть храм Божий. И плоть создана по подобию Божьему. Плоть надо понять. Плоть надо осознать и владствовать над ней. Руководить ею. Когда человек становится управляющим над плотью, как ты процитировал, победить ее надо. Победить это не значит задавить, отрезать и убить. Нет. Это возрастание сознания. Потому когда я разбирал, что такое человек, и ты говорил, чем это нужно, мы есть сознание. Все это происходит в сознании нашем. Осознав, кто мы такие плотские, от плоти, осознав, кто мы такие, полюбив себя плотских, такие, какие мы есть, потому что мы есть создание Божие, мы идем к Высшему и начинаем взывать к Богу, к духовному, от любви, от любви к себе. Почему к себе? Потому что любовь, как деньги. Если у тебя ее нет, ты не можешь никому ее дать. Ты не можешь дать другим любовь, если она в тебе отсутствует. Понимаешь? Если у тебя нет понятий, что такое любовь, ты не можешь дать никому ни капли, ни грамма. Ты не знаешь, что это, и нет в тебе. Возвращаемся обратно. Потому мир этот, Бог создал этот мир очень гармоничный, удивительный. Нет, сейчас еще рано возвращаться, к тому надо сейчас закончить. Я должен тоже вставлять тут свои слова, потому что я с этим корнем согласен. Что нам говорит Евангелие по этому поводу? Христо, люди Христовы, народ Христов, он распинает свою плоть со страстями и похотями. Что? Когда мы начинаем размышлять по телу нашему, что должно тело наше, если мы возлюбляем его, возлюбим тело наше, мы надеемся на него. Но Христовы на тело не надеются, они надеются на Бога, который присутствует не в теле уже, но в духе. Вот почему апостол Павел спрашивал слушающих его, они плотские ли вы? Для чего он задавал такой вопрос периодически, причем с опаской такой, потому что называть себя плотскими это опасно. Человек, распевший свою плоть со страстями и похотями становится не плотским, но духовным. Дух Христов живет в нас, но не плотным. Теоретически, да, ты прав, а практически и теоретически, там еще есть тоже цитаты. Смотри, не плотские ли вы? То есть, мы постоянно должны следить за этим, мы постоянно должны следить за этим и контролировать это. Но смотри, ну как тебе сказать, давай исходь из точки, какой-то точки отсчета. Ты говоришь, мы духовные сразу, ты говоришь, сразу мы духовные. Вот мы сейчас возьмем себе, подрезаем все, все части тела, они же греховные, правда? Все это говорится, а то, что ты процитировал, вот это все говорится, о владении, то есть, быть хозяином. То есть, ты хозяин над плотью, ты хозяин над плотским. Вот, вот, но это... Уже не я хозяин, а дух живущий во мне хозяин. Да, и он свидетельствует тебе, но до этого доехать-то надо, подожди. Давай, до этого мы доедем, не сразу же, так? Ну, может быть, вот сразу человек вот такой. Тут просто мы рассматриваем мучение, опять же, тут возникает у меня вопрос, всплывает, кому мы это говорим, плотским или духовным? Для кого это? Мы никому сейчас не говорим, мы должны понять, что откуда исходит. Что откуда исходит? Опять вернемся к апостолу Павлу. Вначале душевный, а потом духовный. Не можешь ты сразу быть духовным. Не можешь. Для того, чтобы стать духовным, тебе надо... Это уже совершенно другая тема. Почему? Есть люди рожденные, а есть нерожденные от Бога. Мы с кем говорим? Мы говорим с рожденными или нерожденным, или нерожденным. Мы-то друг друга... О чем ты мне говоришь, понимаешь, я это прекрасно понимаю, и для меня это, как бы, ну, то молоко, которое дают младенцам. Вот. И у нас цель, цель вот какая, цель беседы, да? Я уже этот этап прошел, вот как бы, я его... Нет, я тоже его прошел. Смотри. Ну, а у нас цель, цель тогда какая? Нам цель ответить на вопросы, что есть что. А когда мы четко будем отвечать на вопросы, что такое любовь? А что такое любовь? Вот что такое? Скажи мне, что такое любовь? А Христос сказал, без меня не может ничего, ни любви не может. Да, Христос сказал. Вот Христос сказал, есть цитата. А потому что Христос уже вам не говорил. Кто любит меня, отвечаю, любовь есть. Кто любит меня, тот исполняет Слово Божие. Любовь, это есть исполнение заповедей. Вся наша, вся наша любовь, все наши добрые дела, как запачканная одежда, она ничего не стоит, вся наша любовь к Христа. Ты знаешь, она ничего не стоит. Но так можно все опровергнуть. У нас в конце концов, в конце стремления. Даже если у нас нет ничего, то у нас есть стремление, упование. Но ты как-то не привязан. Благими намерениями дороги, куда вы мужчины все знают. Ну а кто говорит о намерениях, благих? У нас упование есть, у нас надежда на обетование. У нас, мы тогда можем сейчас вспомнить, что делами не оправдывается человек, да? Мы можем это вспомнить сейчас. И вера без дел тоже мертва. Ну а дела-то они опять же во Христе. Что мы не берем, все ко Христу сводится. Нет, оно обязательно туда сводится. Но мы должны потихоньку понять и разложить это. Ладно, да. Хорошо, давай продолжим тогда. Оно все туда сойдется. Мы сейчас придем туда. Ну да, хорошо. Вначале плотское, вначале плоть. Я просто не могу разобраться. Вот я понимаю, что ты как бы изначально хочешь раскрыть, показать тот путь, на который нужно встать и идти не сворачивая. Ну да, да-да-да. Ну давай вернемся. На чем остановиться? Вот об этом речь. Я не учу тебя ничему. Я просто раскрываю это. А ты можешь тоже сказать что-то, если у тебя есть, вот тоже скажи. Мне просто нет. Мне хочется понять, к чему это все. А не надо понимать. Знаешь, вот о чем ты сейчас говоришь. Ты не хочешь... Знаешь, я всегда упрекаю людей в этом, когда Бог говорит, придите ко мне. А человек, знаешь, как говорит, ну, ты скажи, что там меня ждет. Зачем? А что я там приду к тебе? А как я приду к тебе? А что там меня ждет? А как это там будет? Типа, скажи мне, а потом я приду. Вот ты сейчас себя ведешь точно так же. А Бог говорит, ты прийди и узнаешь. Знаешь, пока ты не впустишь в себя жизнь Христа, ты не узнаешь этого. То есть, как бы, заочно это нельзя познать. Тебе надо стать этим. Тогда ты это познаешь. И когда мы сейчас с тобой разговариваем, ты как будто меня улавливаешь в какой-то... Что я имею в виду? Ты не думай об этом. Ты просто иди в потоки мыслей, в потоки информации, и раскладывай для себя что-то, я для себя что-то. И просто раскладывай это. А потом ты поймешь. Потом она сложится. Потом. Не надо думать наперед. А что я тут имею в виду? Да? Ничего не имею в виду. Мы говорим, что и что. Ты знаешь, на эти вещи я тебе скажу так. Настоящее христианство, оно безумно для мира. Если бы люди были настоящими христианинами, как по Библии, как говорит Христос, как было, первые христиане, то вот так бы говорили. А меня так все говорят. Ну, да, но ты еще не раздал свое имение, да? Почему все раздал? У меня нет ничего. Уже нет. Ну, значит, вот. То есть, тогда сказал так, Христос, если ты хочешь быть совершенным, да? Помнишь, да? У меня есть рубаха и вот эта вот постель больше у меня нет. Я понимаю, но награды я тебе царить не буду. Мы говорим о путях. Мы сейчас говорим о путях. То, что Христос сказал, его вопрошали, говорит, а как вот, я вот это связываю, я как бы праведной жизни живу с детства. А он говорит, ну, тогда, если хочешь быть совершенным, раздай все свое имение. И тут стопор. А если процитировать все места из Библии по-настоящему, то люди поубегали бы с церквей. Просто поубегали. Потому что это не их христианство. Это не тот Христос. Этот Христос вообще не тот, который думают люди такой удобный свой Христосик, который ну, все им делают. Они все могут. Они могут грешить. Все они могут. Такой удобный такой Бог у них. Что такое любовь? Немножко коснули. И когда коснулись, что я тебе говорю, что надо любить себя и Плотского тоже. Любить это не значит угождать. Не значит, а возрастать в сознании и владствовать над своим грехом. Все отсюда. Не спор взять руки и резать себе конечности, потому что твое сознание не способно справиться с позывами Плоти, как делают некоторые. И монахи в том числе. Понимаешь? Сюда. И это засчитывается, когда ты духом возрастаешь настолько, что Твоя плоть уже в твоем подчинении, и ты управляешь ею. Так же и любовь. Что такое любовь? Это потому, что это базовая вещь. Потому что без любви ничто. Мы ничто, ни себя не представляем без любви. Ничто. И это доказуемо. И мы должны знать, что такое. Это любовь, не та... Брат, ну на эти вопросы можно легко. Ну во Христе, ну ко Христу все дороги идут. Ну познай Господа, и откроется тебе познание веры, любое познание. Ты познал Бога, да? Я познаю, и буду в вечности познавать Его. Он сказал, никто не познал. Даже при наличии учеников Его 12. Я познаю Его, я не говорю, что познал. Так, ну это процесс, для того мы и общаемся. Конечно, конечно, полезно очень. Полезно. Но это обширный вопрос. Обширный. Это мы можем поговорить потом с тобой. Потом вложено ли в нас то, что ты говоришь, в нас ничего не вложено. Ты ошибаешься. Ты очень ошибаешься. Знаешь, если тебе предстоит, ну, будет такой случай, когда человек спросит у тебя что-нибудь, а можно это вот сделать? А ты спроси, а Бог бы делал это? И сразу все становится на место. Люди меняются в лице, и они, а при чем тут Бог? Знаешь, я же не Бог. Вот такие могут быть. А при чем тут Бог, и я не Бог? Вот ты сам, сам этим отвечаешь. Нет, нет, подожди, это не все. Почему возникает этот вопрос? Знаешь, почему? Потому что он знает ответ. Он знает ответ и боится этого. Пойми, мы боимся быть Христовым. Мы боимся быть праведными. Мы боимся быть негрешными. Мы боимся этого. Понимаешь? Люди не хотят этого. Почему? Потому что, а что делать в жизни? Что, не пить, не курить? А какой смысл жизни? Разве это не так? Так. У тебя вообще детей нету, да, я так понял? Мне двое внуков служат. А. Ну, почему я спросил? Потому что это хорошо. Потому что только отец может знать это, что я сейчас спрошу. Только отец, ну и мама. Когда есть дети, ты любишь детей своих за что? За дела ихние, которые они делают? За что ты их любишь? Ты их любишь по благодати. все родители, папа и мама и Бог нас так же любит только по благодати. Не по делам. Не по делам. Так, мы любим своих детей по благодати, не взирая на их какие-то проступки. Но мы любим, смотри здесь внимательно, те люди, которые думают, а, типа, по благодати, значит, важно, можно и не делать. Но тебе, как отцу, приятно, когда люди, твои дети хорошие делают, когда они стремятся быть хорошими. Тебе греет это. Твое сердечко, оно радует за них. Правда? Так и Бог. Точно так же Бог. Когда смотрят, что мы тянемся к Нему, мы облекаемся в Него и хотим быть, как Он. И подражаем Ему. Прямо в Библии так и написано. Подражайте мне. Мы Ему подражаем, мы тянемся к Свету, мы тянемся к праведности. Сам Христос сказал, облекитесь в одежду праведности. И Бог радуется тому, что мы тянемся к этому. И, конечно, мы понимаем, что мы делами все равно не оправдаемся, но это греет Бога. И Он нам дает Дух этого за это, который будет свидетельствовать о Нем в нас. И тогда мы возрастаем. Тогда мы рождаемся новыми людьми. Только тогда. А вначале мы должны тянуться к этому. Мы должны принять это. А как принять, ты тоже не знаешь. Это то, что начался наш разговор, когда я говорю, да-да-да-да, как это принять? Как это принять Христа? Все говорят, примите, примите Христа. Как это сделать? Как это сделать? Я тебе могу сказать, как это делать? Нам приятно, когда дети стремятся к чистоте и облекаются в одежде праведности. Нам приятно, когда дети поступают правильно. Нам приятно. Так и Богу приятно. Есть такое выражение «целуют до намерениям». Ну, это дело такое. Да, да, бывает и такое. По-разному все это бывает. Но смотри, да-да, нам не надо уповать на это. Тогда мы будем уподобляться таким детям, которые говорят «Ай, папа все равно все простит». Есть такие же дети. Они знают, что родители благосклонны к ним, и они начинают пренебрегать. Понимаешь? Вот так и во Христе так же. Нельзя. То есть мы должны стремиться быть благими, ну, благими нет, благодатными, как бы сказать, в одежде праведности. Мы должны обличиться в одежде праведности. У Евангелия является святыми. Да, я не хотел это слово произносить, потому что я думал, сейчас ты будешь рубить меня сейчас. Вот, тогда я буду так говорить, да, святыми. Потому что я даже старожусь говорить, потому что люди не понимают, что это знают. Они думают, что сейчас тут возложил на себя крылья, и сейчас ты будешь летать, то есть извращенное понимание слова «святость». Но мы открываем Евангелие, читаем во многих-многих местах, будьте святыми, будьте святыми. Что это значит? Это не значит, что ты безгрешный, все это, как нас научили. Это значит, что когда ты принимаешь Христа, мы подходим к вопросу, как принимать Христа. Как его принимать? Ну как, я помню, когда мне было там лет, не помню, сколько там, нацать, я смотрел на людей, они говорят, примите Христа, вот проповедник, послушал, думаю, как это принять? Я вроде внутри, знаешь, внутри хочу, вот я хочу. А как? Слушаю, ничего не происходит. Я вроде хочу, чтобы Бог был во мне, да? Но ничего не происходит. почему? Долго это происходило. Долго я искал и мучился этим вопросом. Как так? Принять Христа? Ну как принять Христа? Я же не против его принять. мы сейчас вернемся к вопросу любви и ощущения святости, которые сейчас мы произнесли. Раз ты относишься к слову святость, правильно, значит, ты будешь правильно относиться к слову грешность. нас научили, это это сатанинские провиски, нас научили веровать в то, что мы беспробудные грешники, что мы грешники. Этим мы и закрываем Богу к нам. Мы так верим, что мы беспробудные грешники, что в нас один грех, и мы ни на что не способны, что многие из людей даже в церковь боятся идти, это реаль, это не придумка моя. Они говорят, я разговаривал с этими людьми, говорю, иди в церковь, причастись, исповедуйся. Нет, я грешная, я вот сделала аборт, я там, я не могу туда идти, я грешный. Понимаешь? В том, что я сейчас говорю, скользает, вроде я ничего нового не говорю. Новое находится между этим. Мы себя осудили. Вот. Человек себя осуждает и осудил себя. И он поставил больше самого Бога. Бог говорит, придите. А он говорит, он хочет, но там внутри блокировка стоит. Я грешный. Я грешный. Во мне ничего хорошего нет. Я не могу. Я не могу взять то, что мне дает Бог. Я не верю в это. Вопрос веры опять возникает здесь. Я верю в то, что я грешный. И я не достоин. Я не достоин быть каким святым? Вы что? Что еще каким-то святым? Вы что? Я грешный. Вера в собственную грешность закрывает путь Господу к нам. Бог не может войти в нас. Мы таким образом осуждаем Бога. Мы себя ставим... Это гордость. Под этим всем лежит гордость. Мы горды настолько, что мы себя превозносим над самим Богом. Мы себя осуждаем. Понимаешь? И закрываем дверь к принятию спасения. Вот где. Что значит принять Христа? Принять Христа это сложить оружие, не осуждать себя, а дать суд над собою Богу. вот где начинается приятие Христа. Когда человек снимает с себя гордость и говорит Господи, я понимаю, что ты грешен. Я понимаю. Но ты сказал по обетованию твоему, ты сказал, что ты пострадал за меня и ты будешь меня спасать каким-то образом, потому что я пока еще не знаю. Ты смиряешься и поверь то, что он говорит, принимаешь во злое. Не судишь себя, а отдаешь ему судить тебя. Отдаешь себя ему, чтобы он принимал участие в твоей жизни. Вот и здесь начинается участие Христа в твоей жизни, когда ты так сделаешь. Но люди не понимают. Не понимают почему? Потому что они научены чтить себя грешными, недостойными, никудышными и не могут взять спасение. в этом он утешается. Да, 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 это страшная вещь. Он утешается. И еще фишка есть, еще одна фишка в этом есть, знаешь, когда человек не хочет быть праведным. Он так, там внутри подсознание он знает, что если он примет Христа, ему не надо пить, ему не надо курить, ему не надо блудить. И он да, да, Бог есть, да, я знаю. Как-то не хочу я, не хочу, ну как я перестану. Потому что возлюбил он грех, возлюбил. Да, 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 да. Смотри, гордость, от гордости он себя отрекает самоуничижение, и ему нравится это. Да. Ему это нравится, и он отлучает сам себя от Христа. И он не хочет быть святым. И он говорит, какие святые, вы что? Нам удобно быть грешными. Нам удобно быть грешными. Мы вот приходим в церковь, мы такие грешные, мы такие грешные. Да, Господь посыл свечку. Убежал, и опять делает то, что он делал. Он не несет ответственности на себе, ты понимаешь? Он не несет ответственности. Смотри обратно, что происходит. Когда я впускаю себя Христа, я потом, Боже, я стал святым. Во мне живет Христос, я не могу делать грех. Я не могу делать этот грех, понимаешь? Как я могу делать грех? Я святой, во мне живет Христос, я причастился, я исповедался, причастился, я теперь как он. Понимаешь, он боится, это страх, это называется святой страх. А теперь вера. Что такое вера? Ты думаешь, вера это в наличии его? Ничего подобного. Вера это знание слова и отражение, когда грех говорит. Делай это. По сути, сатана тебе говорит. ты говоришь, нет, сказано, по обетованию, сказано. Вспоминай, когда сорок дней и взолкал в пустыне, сам Христос. Какими словами он говорил с сатаною? Он ни одного слова не проронил от себя, ни одного. Он всегда с сатаной говорил словами закона. Ни одного от себя чины никакой не плел. Сам Христос тем самым нам показал, что мы должны знать его обетование и отражать нападки плоти через знание обетования. Так, как он. Он нам показал. Когда плод приходит и говорит, ну давай, согреши, никто не видит. Ты должен отразить это и сказать, сказано. Христос сказал. Так-то и так-то, зная закон, зная Библию, надо знать. Волю Бога надо знать и отражать стрелы лукавого через знание воли Божьей. Вот так. Они от себя. Оно тебе припирает, а ты, говоришь, начинаешь от себя чину городить. Ты как плотской поступаешь с позывами плоти, а надо как духовное существо, как то, которое приняло в себя Христа и отражать обетованием Божьим, отражать нападки плоти на тебя. По сути, сатана и плоть это одно и то же, потому что сатана, плоть это от мира, от земли. И князь мира от всего сатана и душевность это тоже от мира. И через эти вещи нас пытаются проботить. Ну, если ты хочешь смотреть сверху вниз, не снизу вверх, а сверху вниз, то есть уже как бы спасён, да, и ты, если тебе так удобно, давай так смотри, то посредством сатана, посредством плоти и душевности нас хочет стянуть с предистала спасённых. И даже великие святые бывало стяны были. как листвичник там рисовал лестницу, и оттуда падали подвижники. Великие подвижники падали. И в истории было много великих подвижников, которые прямо с самой вершины лестницы падали. она их низвергал. Именно воздействием через плоть. Плод нельзя ненавидеть. Надо любить и власть над ней. Знаете, откуда это плоть? Плоть создана Богом. Нам всё мудро сделано, чтобы мы размножались, чтобы мы ели, чтобы мы передвигались. Это плоть всё делает. Бог благословил нам много чем. Апостол Павел сказал «Всё вам можно, всё вам можно, но не всё полезно». И вот это знание Слова Божьего нас разделяет. Это вот раздел знания Слова Божьего и следования. Вот здесь начинается вера. Вера это когда приходит к тебе сатана посредством нашей плоти и искушает тебя. Сделай это. А ты веруй в обетование, спасение Божье, и верою отражаешь нападки плоти. Так это происходит. А не ненавистью к плоти. Ненавистью к плоти это значит себя ненавидеть. Будешь себя ненавидеть, будешь других людей ненавидеть. Только так. Никто не говорит жизни. Мне понравилось тоже у Дмитрия Нового еще лет 7 у него была такая проповедь. Ему вопрос задали. Ему женщина спрашивает «А как ближних любить? А она говорит «Я ненавидеть, когда она зубы себе не чистит». Совершенно верно. Если бы Христос... Знаешь, кто ненавидит себя? Трусливые, которые боятся. У них нет веры Божьей. У них нет Бога. Они неспасенные. Они боятся. Поэтому они чураются грешников, чураются неспасенных людей. Вот Христос нам показал, что же он приходил к этим людям, к нуждающимся, к грешникам, к адшим приходил. Почему? Еще говорил, что они нуждаются в этом врачевании. А не вы. Это уже типа как. Тут вопрос в чем? Допустим, из чего истекает этот вопрос? Ну, я вот допустим, ну как, я вижу христианство в том, чтобы ограничивать. То, что вот мне очень хочется, да, вот эта вот рубаха, ну она такая, ну я не могу, ну потому что ну поскромнее должен. или к еде так же, знаешь, вот отношения. Вот, ну потому что мы видим образ Христов, когда Христов ходил, он не имел двух одежда, не имел где головой преклонить. То есть он находился как бы в ограничении постоянно. Хотя ему предлагали вкусно покушать, а он им говорил, вы не знаете эти... Зачем ты так далеко идешь? Посмотри фильм, ролик Лапкина, где он латает свой костюм. Я недалеко, я говорю, если что, кто, если вы говорите, то вы эти как Слово Божие, я говорю с учением евангельским. Вот, поэтому этих ограничений, этой золотой середины мы должны придерживаться. Нет, чтобы хлистать там себе. Смотри, внимательно. Или как сейчас знаешь, есть эти харизматы, которые они проповедуют быть богатыми, находиться в роскоши, и они говорят, что в этом и есть призыв Божий. Сергей, послушай, я понял, о чем ты говоришь, но здесь не так, как ты для себя рисуешь, здесь немножко не так. Давай я тебе подскажу. Смотри, апостол Павел говорит, все вам можно, но не все полезно. А потом говорит, если вы становитесь соблазном кому-нибудь, тогда не делайте это. Конечно. Фишка в соблазне. Тебе вреда не будет, если ты оденешь какой-то там костюм, который тебе нравится. Тебе вреда не будет. Будет вред, до того, кого ты соблазнишь. Как же не будет? Я прельщусь этой красотой этого костюма. Ну, если ты считаешь, что это прельстит тебя, тогда ты отказываешься. Это твоя война. Вот так и есть, да. А если ты являешься человек не свой, не себе предоставленный, а кто нас не предоставленный себе? Священник, патриарх, другие люди, которые носят форму, они себе не предоставлены, они служителями называются. И тогда уже другая фишка. Они уже собой неверными поступками, неверной одеждой, чрезмерными злоупотреблением пищей, они соблазняют людей, они ввергают в грех людей, они отлинивают людей. И это огромный грех. Христос сказал, лучше бы вам повесить журнал, на шее утопиться, если вы стали соблазном для одних из малых сих. вот я сделал канал такой, в принципе, я сделал его давно, где-то три года назад, а начал заниматься буквально год, наверное, может, года еще нет. Вот у меня как бы возникла такая идея, да, ну, некоторые говорят, давай готовиться, мне предлагали люди, давай подготовимся, такую тему, вот, раскроем, такую тему, раскроем, именно подготовимся, да. мне почему-то легло на сердце именно вот живая беседа, между людьми должна быть, должен быть живой разговор, то есть, я имею ввиду в духе, в духе Божьем, когда уже мы не готовимся, через нас говорит уже именно Господь, вот в этом, как ты говоришь, фишка, вот я вижу, нравится тебе это слово, вот в этом фишка моего канала, да, конечно, конечно, любые темы, и через это, через это люди мне многие пишут и на почту, везде, ой, Сергей, побольше такого-то интересного, такие вот беседы, конечно, конечно, в этом почте есть огромное, в этом, знаешь, я вижу в этом современную проповедь, потому что люди сейчас сидят дома у компьютеров, у телевизоров. Понимаешь, мы не должны, вот, не спешите делаться учителями, мы не должны заниматься пробованием, мы должны общаться, и это будет среди нас. Нет, она проповедь вообще, не именно вот проповеди, потому что люди хватают одно то, хватит другое то, понимаешь, и через это это идет. Так не должно быть, так, первая церковь, я так подозреваю, она такой и была, она такой и была, потому сказано, обличайте друг друга, в любви обличайте друг друга, если там он не послушался, что он там нарушает, что-то ему сказал, ты, тихоря, ты должен сначала от любви и тихонечко ему сказать, что ты там не так делаешь в церкви, церковь. Раз не послушается, значит, возьми брата, еще с кем-то подойди к нему, еще обличайте. А наша церковь не обличает, она не построена по принципу братства, она построена по принципу, я начальник, ты дурак. Вот так, она по единоначалии устроена, как в армии. Понимаешь, это не я только говорю, я ничего не говорю такого нового. Это каждый человек говорит, что кто служил, а кто отслужил особенно много, тот сразу говорит, церковь это как армия, единоначалия. Что это значит? А это значит, что ты не можешь, подчиненный ничего не может сказать. А что это значит? А это значит, что вирус, вирус будет проникать в структуру, вирус, не будет оздоровления. Потому братья и сестры, братья и сестры, потому Христос сказал, нет уже и ни мужчины, и ни женщины, ничего. Вы Христовы, вы одно тело. Когда вы одно тело, то ваша задача в общении, чем задача в общении? То, чтобы исследовать, исследовать Писание, рассуждать о Писании и бдить, чтобы ты не согрешил, где-то не оступился, что где-то ты не заблудился или тебя не заблудили. Вот задача церкви. Вот такого живого общения. Вот это задача. Ну ладно, хорошо. Все, дорогой, с Богом. Давай, спасите Господи. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.